Все болезни мы придумываем сами себе на уровне виртуалки нашего сознания. Почему мы это делаем? По разным причинам. В некотором болезни — это единственный источник переваривания каких-то ситуаций, какой-то энергии, которая пришла, а тело её не может пропустить. И тогда это выглядит как болезнь. Иногда это самосаботаж. Когда мы не хотим делать то, что мы делаем, мы сопротивляемся, но мы продолжаем делать. И тогда мы начинаем болеть. Потому что тело не обманешь. Когда женщины болеют в паре, особенно по женской своей системе, они болеют просто, чтобы не сближаться с этим мужчиной, которого они не хотят. То есть надо просто смотреть, опять же, мы всё время говорим о каких-то больших абстрактных вещах, которые невозможно узнать, невозможно потрогать, что такое здоровье для одного человека. Для одного здоровья — это залезть на Эверест, а для другого здоровья — выйти, прогуляться в парке, пройти 3 километра и вернуться нормальным назад. Для одного здоровья — это выпить Кока-Колу и чувствовать себя нормально. Для другого здоровья — просто хотя бы что-то такое сделать более мощное. Для одного — это он выпил Кока-Колу, у него всё нормально, вдруг с желудком, обычно всё болит. Он такой, охренеть, я выздоровела, у меня пришла язва, и у меня теперь ничего не болит, а для другого — переварить гвоздь какую-нибудь. То есть мы должны, опять же, понимать, что каждый человек понимает и подразумевает под здоровьем. Здоровье — это просто, ну вот если тело есть наша Душа, то любые неполадки в теле — это неполадки в Душе. И когда мы начинаем разбирать все эти свои проблемы, замки, все наши трудности, здоровье само начинает выстраиваться, тело начинает благодарить и восстанавливаться. Ну, во-первых, добавлю, что мы должны вернуться в тело. То есть пребывание в теле, оно восстанавливает тело. Когда Дух не в теле, когда мы где-то витаем, когда мы как бы вне телесной оболочки находимся, ну, тело, оно как бы само по себе существует, просто как мёртвая такая материя, неодушевлённая. Когда Дух попадает в эту материю, он её начинает одухотворять, и тело становится вообще живым сущностью, такой живым организмом, который постоянно меняется, зависит от того, какие процессы происходят, зависит от того, с кем он общается. Тело начинает подсказывать, хочет оно этого или не хочет, того, что с ним сейчас происходит. Бывает такое, что вот у меня была такая история, у меня есть подруга одна, и когда она всё время оставалась, я к ней чувствовала дружеские, хорошее отношение, прям дружеское. Но когда она была рядом, у меня постоянно живот болел. Я такая, да блин, почему вроде никаких особых замков, нет ничего? Почему, когда она рядом, у меня болит живот? Почему у меня болит живот? Ну, типа, это прям невозможно было. Она придёт, усядет, и у меня болит живот. Я такая, да блин, что такое? Какая-то магия. И я нашла, я раскопала один момент, на который я обижена на неё. И я в этот момент ей не сказала, я смолчала, я проявила гордыню, я попробовала быть терпимой, мудрой, как бы, ну, типа, я этого не замечаю, я благородная. Типа, ну это же ладно, типа, я всё понимаю. Но на самом деле нет, я не понимала, я считала подсознательно, что она совершила предательство. И когда она была рядом, тело её показывало мне как врага. Она говорила, фу, пусть уходит, пусть уходит из нас, ну, как бы от нашего пространства. И стоило ей уехать, сразу всё хорошо становилось. И так бывает, ну, и с другими людьми. И это даже не другой человек виноват. Это просто какие-то замки говорят о том, что отношения неискренние, не прямолинейные с этим человеком, что мы не можем что-то сказать, что мы что-то делаем против своей воли. И к этому тоже надо прислушиваться. Совсем когда какой-то трэш со здоровьем, ну, там тоже много факторов. Там кармическое, там то, что может быть человек огромный духовный потенциал, а он продолжает гоняться за материей, продолжает гоняться. Я ещё не нажралась, я ещё не наезжалась там каких-нибудь отношений. Я ещё хочу этого, я хочу того. Но времени мало, и душа начинает как бы, ну, болеть, начинает спешить. И оно такое, блин, как её вернуть вообще? Как её расшевелить, этого человека? И оно начинает её, ну, совсем жёстко там как бы доставать. И вот через, проходя через такое, восстанавливая себя из такого, человек уже начинает ценить это, ну, ценить то, что произошло, начинает понимать, ага, получается, тело мне всегда это говорило, что рядом враг. Например, очень часто у людей возникают дерматиты, когда рядом кто-то находится. То есть, прям начинается вот это вот, ну, всё чесаться, начинает ещё что-то, и это прям начинает раздражать. Чаще всего вот эти атопические дерматиты ещё во младенчестве начинаются. И это тоже многоуровневая проблематика. Там изначально может быть проблема в том, что мама на уровне там своей личности не принимает папу и не любит его. И вот это иньян, конфликтующие, создают в теле аутоиммунное сопротивление. То есть, как бы на уровне аутоиммунности тело вот этого воплощения. Ребёнок — это же, ну, как тело, воплощение вот этих двух частиц, да, наше тело, папы и мамы. Если у них между собой конфликт, вот им плохо между собой, то тело показывает мне плохо, вот мне плохо. И иммунитет как бы делится на два. Он начинает атаковать свои же клетки. Вот это вся причина аутоиммунных болезней зачастую, которые в детстве ранее возникли. То, что был конфликт между родителями. Это уже прям прописано на уровне суперглубоких систем. И это достаточно долгое нужно время на перестройку организма, на проработку этой истории. Потому что, ну, представляете, оно 25 лет, 30 лет у вас складывалось. Как это пройдёт за месяц? Все исцеления происходят мгновенно, но телу нужно время, чтобы это перестроить. Перестрой. То есть тело — это живёт во времени. Наше тело. И во времени клетки меняются. Обычно говорят, что 7 лет нужно на перестройку тела. И, возможно, это можно ускорить. Но тут нужно проявлять терпение. То есть сколько лет люди травят своё тело, мучают своё тело, а потом мгновенно продолжают мучить требованиями. Типа я сделала 3 расстановки, 5 практик, почему у меня не прошёл дерматит? Я выгнала этого мужика, почему у меня не прошёл дерматит? Ну, потому что дай время себе восстановиться. Помимо того, если вернуть к дерматиту, например, это может быть в отношениях с кем-то, ну, тело как бы сопротивляется этим отношениям. Оно не хочет находиться с этим человеком. Оно знает его мысли все. Мы все друг от друга всё знаем. Просто у нас в голове, ну, не у многих из нас, у кого-то нет, есть фильтры, которые не хотят, как бы не пропускают информацию. Но в чистом состоянии мы каждый знаем о каждом всё. Кто что хочет, кто что думает. И люди этого боятся. Ну, собственно, поэтому утрачена телепатия у многих нас, у людей, вообще вот у нашей цивилизации. Её надо отдельно развивать. Потому что телепатия — это не какая-то сверхспособность. Это способность быть открытым. Готова ли я, чтобы каждое живое существо, которое я встретила, знало всё, что я думаю? О нём. О ней. Ну, как бы я не думаю, что люди к этому во многом готовы. Мы всё время что-то скрываем. Как только мы начинаем скрывать, мы утрачиваем свои способности. И вот как раз здоровье — это и есть. Просто постоянная искренность с самим собой, с другими людьми, внимание к телу, работа в теле, нахождение в теле, духотворение тела. Не обязательно. Вы можете делать всё, что хотите. Хотите — качайтесь, хотите — не качайтесь, что хотите — ешьте, хотите — не ешьте. Это просто ваше ощущение, как вам сейчас, лучшее для вас. Самое главное для состояния здоровья — это искренность с самим собой и с другими. Ты в сознании своём, Господин. Ты — Господь, воплощение мира. Абсолют, что здесь царит, без причин. И ты — вызов для создавших кумира. Мы сами создаём свою историю, свою игру, свою реальность. Ты можешь проникнуть за границу непознанного, открыть в себе бесконечную милость Создателя. Пройти в пространство Духа и эфирные слои Души. Пробудить тело, запустить энергию кундалини. Выйти из долгов и снять с себя печати. Выйти в полную открытость и свободу. Свободу Создателя. Каждый из нас — Бог в своём потенциале. Нам нужно только вспомнить об этом. Я приглашаю тебя присоединиться к путешествию в глубину. Вживую или онлайн. В сердце острова Бали. И стать частью нового курса. Вечное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова